Здравствуйте, уважаемые друзья! На связи Кузьмичев Алексей. И сегодня у нас с вами будет очень интересный видеоурок по замене цвета в фотошопе. Часто бывают такие ситуации, когда необходимо заменить какой-либо оттенок на фотографии. Я уже записывал ранее такой урок, в котором я показывал, как можно изменить абсолютно любой цвет при помощи корректирующего слоя цветовой тон и насыщенность. Однако мне стали писать вопросы, как же поступать с белым цветом, как менять его. Потому что при работе с корректирующим слоем цветовой тон и насыщенность данный метод не работает. К примеру, если вам нужно заменить какой-то цвет, и вы хотите поменять любой цвет, кроме белого, мы просто выбираем в данном случае нужный нам оттенок. И дальше при помощи ползночка цветовой тон, как видите, меняем оттенок на тот, который нам нужен. Очень просто и очень эффективно. Однако данный метод не работает с белым цветом, как я уже говорил. Если, к примеру, мы щелкнем сюда пипеточкой и начнем двигать ползночек цветового тона, как видите, у нас ничего не произойдет. Что же делать в данном случае? Для того, чтобы заменить белый цвет, есть немножечко другой способ, о котором я сейчас вам и расскажу. Итак, первым делом нам с вами необходимо выделить ту область, которую мы будем заменять. В данном случае у меня это майка у модели, майка белого цвета. Ее можно очень быстро выделить при помощи инструмента «Быстрое выделение». Вот таким вот образом я выделяю. Можно даже делать это не очень аккуратно, потому что в дальнейшем мы можем все подредактировать так, как нам нужно, да, при помощи маски. Давайте дополнительно еще вот этот участок замаскируем, остальное оставим. Итак, майку мы с вами выделили и следующим шагом нам необходимо создать корректирующий слой «Цвет». Для этого мы переходим вот сюда вот, щелкаем по иконке и выбираем корректирующий слой «Цвет». Здесь выбираем абсолютно любой оттенок, какой нам нужен. Ну, в данном случае давайте возьмем какой-нибудь вот такой. Нажимаем здесь «Окей». И, как видите, у нас вся майка залилась вот таким вот нашим цветом, да. Но, как видите, у нас абсолютно пропал объем, абсолютно пропали все складки, тени, что, конечно же, недопустимо. Поэтому я покажу вам сейчас один, еще один простой способ их нам вернуть, да. Мы меняем режим наложения этого верхнего слоя на умножение. И, как видите, у нас возвращается объем нашей майки. То есть вот до и вот после. Как видите, цвет у нас поменялся. И также у нас сохранился и объем, и все детали на рубашке. Дополнительно, чтобы немножечко подредактировать объем там, где нужно, мы можем создать корректирующий слой «Кривые». Создаем его. И в данном случае можно просто взять инструмент «Пальчик», щелкнуть по участку, который нам необходимо отредактировать. В данном случае, как видите, я перемещаю пипетку. И у меня меняется точка расположения точки на самой кривой. Как вы видите, она тоже перемещается. И, к примеру, я хочу воздействовать на тени. Поэтому я навожу пипеточку на тень. И просто тяну ее вот таким вот образом вниз. Единственное, что нам с вами необходимо сделать, это применить данную кривую только к слою с цветом. Поэтому зажимаем клавишу «Альт» и щелкаем на границу между слоями. Вот так. И таким образом у нас данный слой «Кривые» будет воздействовать только на нашу майку. И не будет воздействовать на всю остальную фотографию. Вот как видите, все очень просто и эффективно. Также вы в любой момент можете поменять цвет, если нужно. То есть можете выбрать абсолютно любой оттенок на палитре. То есть все, что вашей душе угодно, можете здесь поставить. Так, ну я оставлю тот цвет, который у меня был. Нажимаю «Ок». И, конечно же, дополнительно вы также можете уже вручную крутить кривые, чтобы настроить контраст майки так, как вам нужно. То есть контраст того объекта, который вы редактируете. И также еще очень часто меня спрашивали, как заменить белый цвет на черный. Здесь давайте также с этим разберемся. Вот, абсолютно по тому же принципу мы будем все делать. Единственное отличие, что нам нужно выбирать на палитре не абсолютно черный цвет, потому что абсолютно черного цвета в природе у нас практически не встречается. А такой вот сероватый, ближе к серому. То есть вот где-нибудь так. То есть смотрим, чтобы у нас сохранялись также все детали на майке. Вот, если все нормально, то оставляйте данный цвет и нажимаете «Ок». И также, конечно же, редактируйте при помощи кривых объем уже вручную. То есть выкручивайте так, как вам нужно, чтобы все смотрелось реалистично и естественно. Вот таким вот образом, как видите, можно очень быстро и эффективно менять цвет на любой фотошопе. Ну что ж, друзья, на этом наш небольшой, но очень полезный урок можно завершить. С вами был Кузьмичев Алексей. И до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok